Здравствуй, Дедушка Мороз! В первый раз пишу о планшете в Новый год я тебя прошу. Со Снегуркой в Фейсбуке хочу подружиться. Помоги мне, дедуля, планшетом разжиться. Да! Закажи интерактивное телевидение всего за 6 евро 99 центов в месяц и получи гарантированный подарок – планшетный компьютер. Закажи в интернете. Будет выгоднее. Мы можем больше. ЛАД ТЕЛЕКОМ Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме «Разворот». Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот! Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот» в студии Наталья Михайлова. Здравствуйте. И Вадим Родионов. Звукрежиссер Родион Золотарев у нас сегодня. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Звоните, а также пишите в видеочате на портале mixnus.ru. С нами сегодня композитор Раймонд Пауэлл. Здравствуйте, Раймонд Пауэлл. Добрый день. Немножко все-таки о той теме, которой вы, наверное, все вас уже замучили. Часто вас спрашивают сейчас, да, о новой волне? Ой, да. Вы, наверное... Часто, да. Ну, особенно из России, ну, из телевидения московской и так далее. Ну, конечно, это вопрос уже несколько лет. Будет, не будет, да, это настроение там по-разному. Хотя таких официальных, никаких таких объявлений нет. Ну, были только, ну, телевидение, вот что ищут. Но все к тому идет как-то, да? Ну, идет, да. И, очевидно, я-то их и понимаю, организаторов, им надо серьезно об этом подумать. Потому что отношение к нему было очень разное. Фестиваль, да. Хотя большинство было за него и смотрели многие. Но, так сказать, и эти радикальные настроения были тоже очень сильные. Да, ну, надо, может быть, и надо. Надо попробовать где-то в другом месте. Ну, хватит. Десять лет было. Вы ждали, вот, когда начинался этот фестиваль, что он станет таким политическим? Вот были какие-то такие предпосылки? Нет, я не знаю, откуда он, откуда появилось. Раньше это не было никогда. Это когда мы в советское время его сделали. В принципе, это было очень такой, ну, международный, ну, что ли такой. Тогда еще Юрмала, да? Ну, тогда, да, ну, и со всех республик, кто приезжали, ну, было такое, ну, настроение там всегда было очень нормальное. А когда его стали политизировать? Ну, я думаю, что уже это последние 3-4 года довольно активно. Но поначалу еще не так, а потом начали довольно эти, ну, не все, да. Но это справедливо, с вашей точки зрения, вот то, что он, скажем, становится таким политическим? Может быть, стоило там говорить о качестве, там, музыке и так далее? Нет, ну, можно иногда, но иногда можно было там кое-кому сказать, ну, не говорите это со сцены, это, может быть, не надо, ну, это так, так и. Ну, очевидно, понимаете, что еще раздражало некоторых. Так что это, конечно, этот показ этих богатых людей, этих драгоценностей. Такое классовое. Да, да, ну, это такое уже, во-во-во, вот они эти миллионеры понабрались там и так далее. Хотя любой международный фестиваль к себе собирает, конечно, богатых, а не бедных. А на вас какое-то давление оказывали политики? Нет, ну, просто мою фамилию всегда использовали, да, что я там вот тоже, я нахожусь среди этого всего и так далее, и так далее. Ну, понимаете, я этих особенно всерьез не беру, потому что я знаю этих радикальных высказаний. Я же знал, это совсем другие, ну, там, посмотрите, например, что в Латгале или где-то этот фестиваль смотрели очень большие, ну, так, рейтинги были очень высокие и так далее, и так далее. Ну, вам кажется, что они переедут, да, все-таки? Ну, очевидно, очевидно. Ну, я из-за них говорить не могу. Я думаю, что все-таки кое-что там сыграло, еще последние какие-то события, они сыграли свою роль. Вы имеете в виду черные списки или что-то? Ну, возможно, эта граница сыграла какие-то, ну, очевидно, я уверен, что что-то там было, да. Ну, это в декабре должно решиться уже, до Нового года, да? Ну, я думаю, да, да, да. Ну, наконец-то должны, так дальше тоже нельзя, больше так дальше нельзя, или так, или так. Вот эта вся история с черными списками, с включениями российских артистов в списке персон Нонград, на ваш взгляд, вообще, как это отразилось? На мой взгляд, не надо было вообще, не надо, так называемых работников культуры, ну, и артистов, и так далее, и так далее. Не надо было какие-то списки или что-то составить. А то мне напоминает, я уже об этом говорил, что мне немножко напоминает, было время, когда было такое обозначение, выезжающий и невъезжающий. Въездной, да, невъездной, да? Да, ну, это мы же все прожили, это, ну, было, ну, зачем это опять? Когда КГБ решал... Да, ну, особенно, если мы говорим о свободе слова тогда и тогда, ну, надо, не нравится это, ну, тогда не слушай, переключай на другого. Ну, артисты сами по себе могут же высказывать свои точки зрения, или нет? Ну, к сожалению, они имеют право, конечно, имеют право, но и артисты вообще, они же всегда самые такие, ну, агрессивные, любое время. Почему? Эмоциональные. Ну, смотрите, Лена, смотрите, что в Москве делается, да, кто в основном, и оппозиции, и так далее, и так далее, это тоже там... То есть люди творческие? Ну, творческие люди, ну, мы же знаем, что у нас в 90-е годы кто же впереди был, писатели, актеры, кто-то еще, вот вся, все эти были, которые создавали, создавали все это, и особенно, когда, если они их, они известны и популярны, она... Эти политики, они же никогда не были популярны. Ну, а не получится так, что... Редким исключением. Да, не получится так, что вот вроде бы вот действительно странно спорить о том, что можно, что нельзя говорить там в демократической стране, ну, а все-таки вот не договорятся до того, что ведь слово может решить иной раз какие-то конфликты? А слово часто вызывает, да. Мне, например, сейчас звонит и спрашивает насчет лицитис. Да. Ну, что он что-то там сказал, я даже не слышал, не знаю, но он что-то про какую-то пятую колонну что-то говорил. Теперь я думаю, подожди, подожди, ты же сам там все время в русских сериалах, в русских фильмах снимаешься и так далее, чтобы... А вот видите, вот одну фраза, она уже пошла по всем каналам, по всем, и уже кто-то должен оправдываться, кто-то... Ну, я не знаю, я... Или мы так и не понимаем, что такое свободное, ну, свободное слово, мысль высказать. Мы как-то все равно привыкли, по-моему, что, не дай бог, что если ты думаешь по-другому, ты уже враг какой-то, ну, так нельзя. А вас никогда не касалось вот это въездной, невъездной? Ну, было, ну, было советское время, это было, но мне это относилось какое-то время, ну, потом как-то, знаете, когда мне начали исполнять много в Москве, тогда все сняли с меня, это я не... А куда вас не выпускали? Я помню, нам надо было ехать, вот, например, в Канаду, да, и так, что-то на какой-то джаз, или я не помню, нет, никого там, всех. А джаз тогда был не помогут. Нет, 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 даже не, ну, знаете, как это, как это, ну, там мы даже не знали откуда, какие-то эти проверки, да, где-то, и так, ну, ну, так оно было. Это было не только у нас, это было у великих русских исполнителей, которые тоже были многие... Невъездные, невъездные. Ну, было все это. На ваш взгляд, если поговорить о сегодняшней России, есть какие-то элементы, похожие на советские, или это совсем другая история, как считается? Ну, я думаю, что это совсем другая Россия. Конечно, многое стало с того, ну, ну, конечно, мышление у людей, это должно быть, но все-таки 70, сколько больше лет, это же отражение. Ну, видите, когда сейчас Влад Галли спросили у крестьян, ну, как вы жили в советское время, там все говорят, что это лучше было, ну, а что делать? Они так думают, да, и все, и вот. Ну, кое-что было, я не все, я не из тех, которые скажут, что там только все плохо было. Я, например, считаю, что музыкальное образование было очень хорошее, великолепной школой Петербурга, Москвы, да, по классической музыке и так далее, и так далее. Это на высочайшем уровне эти все были, да, и дела. Образование, между прочим, и так далее, ну. Ну, были, конечно, ну, и цензуры, и все это остальное, но это уже система. Ну, вот вы сами затронули вопрос про господина Лыцетеса, хотела спросить у вас, вот вам приходилось в свой адрес слышать когда-нибудь, может быть, такие оскорбительные вещи со стороны русских, русскоязычных? Нет. Ну, или не в свой адрес, а вообще в адрес латышей? Нет, ну, мне же даже было, ну, нет, в связи даже с этой волной, мне в любой газете было написано в своем время, что я... Нет, вы говорите, понятно, а он жалуется, что в трамвае вот ездят люди, которые постоянно ругают латышей, вот он и... Ну, я этого не заметил, я не знаю, ну, как сказать, наговорил, у меня жена русская, и мы, и второй язык у нас дома русский, и так далее, нет, у нас, я... Ну, это просто, просто... И среди, понимаете, той части интеллигенции, которой я крутился, никогда этого такого, такой вражеского, скажем, отношения, она не была. Вы не чувствуете вот какое-то обострение в обществе, может быть, агрессивность и градус повысился вот последний год там? Ну, видите, как, ну, эти выборы же многое, что показали, что голосовали, голосовали совсем за другое, что не голосовали там за экономическое развитие, да, и для... Да, голосовали. То есть против кого-то. Против кого-то, да, и так далее, ну-ка, это было, это было, да. Ну, я думаю, это только так временно, это шло, кстати, связи с... Мы же знаем, с какими событиями, и так далее, и так далее, ну-ка. Но вы не чувствуете какой-то дискомфорт, да? Вот многие говорят, что отношения между русскими и латышами испортились, и чувствуется дискомфорт в стране, напряженность, люди относятся с подозрением друг к другу. Ну, где-то, ну, есть, где-то есть, но я думаю, что, ну, слава тебе, господи, что в Латвии как-то более-менее все время как-то довольно спокойно, сравнительно, как может быть, это где-то в других краях, но люди как-то это все-таки, ну, они только не надо накручивать опять, да, и все, это очень легко сделать, да. Сможем мы вот как-то пережить этот тяжелый период, вот, скажем, не поддаться провокациям? Мы должны это делать, да, да, это надо быть очень осторожным, но в то же самое время надо думать, как все-таки, ну, надо же жить по-другому, в нормальных рельсах, чтобы жизнь пошла опять, ну, все. Что вы имеете в виду вот под нормальными рельсами? То есть заниматься чем? Ну, заниматься, давайте, каждый своим делом, я буду заниматься, я сижу в рояле, это моя работа, у других есть другие специальности, врачи делают свое дело, и так, да, и журналисты радио делают свое дело. То есть каждый должен быть на свое время? На свое время, только так. А сейчас каждый занимается, наверное, чем хочет, да? Очевидно, у нас, к сожалению, вот так, что начинаем и говорить, я чувствую по этим последним своим интервью, начинаем говорить про волну и заканчиваем совсем другими вопросами. Хочу или я, или не хочу, но меня тоже пягивает туда, да. Но я всегда стараюсь уже, поскольку я от всего все-таки отошел, я все это видел, все, я участвовал и был, и что-то, может быть, и не надо было, но я вот был по-другому как-то. Посол Латвии в России, госпожа Корма, сказала о том, что те люди, которые организовывают новую волну, это друзья Латвии. Вот как вы считаете, организаторы, участники, это друзья Латвии или, ну, может быть, нейтральные люди, или те, кто, может быть, враждебно настроен к нам? Я думаю, что там враждебного к нам ничего нет, там нет ничего. Они, ну, какая-то часть из них просто бизнесмены, это они зарабатывают, они знают, что они делают. А другие относятся, посмотрите, в Юрмале же люди, ну, накупили многие квартиры, да, и так далее, и так далее, ну, известные артисты там купили свои дома и так далее, ну, а я ничего там такового не вижу. И при том, понимаете, когда, я не знаю, ну, уедет этот фестиваль, ну, великолепно они понимают, и древо, и я это понимаю, да, что, видите, эти другие города будут даже, может быть, лучше, но не будет этого аромата Юрмала. То есть Юрмальский шарба, вот, где он, он где-то летает там в воздухе, да, и мы сами вот так, может быть, уже привыкли, да, другие, которые приезжают, и они с удовольствием приезжают, и все-таки что-то там есть такое, что их притягивает, да, к этому. И будет ли в этом других местах, ну, дай бог, дай бог. А вот эти актеры, которые, артисты, которые попали в черный список, они не пытались как-то через вас, может быть, решить проблему? Я говорю с Валерией недавно, я же в Москве был, я говорил, ну, они, конечно, обижены где-то, ну, я-то понимаю, ну, и, видите, там еще другое дело, ну, там мы не предвидели, что, возможно, даже судебный процесс будет какой-то, да, они так говорят, оказалось же, что Валерия своим мужем граждане Швейцарии. Это уже совсем другая история. Это уже другая история, уже, да, это, подождите, что же, в конце концов, что это такое? Так что нет, ну, они, ну, тоже нет, мы с этого, строители, выступали в одной программе, и, несмотря даже, ну, это они дружески настроены, и дай бог, что мы так легко посмеялись, но я понимаю, что там внутренне какая-то обида должно быть. А Иосиф Кобзон, с ним не общались на эту тему, несмотря на то, что... Я не был, нет. Я с ним, нет, я не был, не встречался сейчас, ну, 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 там много было, и с Леонтием у меня виделся, и кто еще в этой... Там программы было очень много, конечно, вайма, как всегда, во всех программах, ну, и так далее. Кобзона уже включали в черный список, потом выключали, то есть это уже... Он там, по-моему, уже привык к этому, он уже привык к этому. Не только в Ладии. Так что, да, так что это так. Ну, вот, может быть, еще о делах, которые не связаны с музыкой, но тоже очень волнуют наше общество. Вот было два громких случая в течение последнего года о Золе Туда, я говорю, и о банке Цитаделла. Вот вы слышали, что созданы уже две парламентские комиссии по расследованию. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вот когда вы уже просто высказали слово «банк», мне уже сразу как-то, я не знаю, что выскакивает где-то с какой-то... Мурашки. Мурашки, что ли, да, воспоминаю. Вот создается, вот как будто, ну, это так принято во всех парламентах, создается комиссия, они работают, что-то расследуют, они имеют большую власть, как будто бы, да. Ну, вот эти обе, конечно, это трагедия, надо залить туда, это уже, ну, я не знаю, но год уже прошел, и, в принципе, ничего не выяснилось, что никто виноватых нет, ну, теперь они будут. Я тогда вдруг вспомнил, что когда-то была создана тоже комиссия по расследованию, краже, крайбанка, да. Там вы лишились своих средств. Да, где я потерял довольно приличные свои авторские денежки, которые мне сейчас пришлось все зарабатывать заново, работаю очень много и так далее, и так далее, это просто меня украли. Ну, вот так, создалась эта комиссия, эту комиссию очень быстренько потопили. Почему ее потопили? Потому что потом оказалось, что заинтересованы люди в этой гибели, в этой гибели, в этой гибели были не только, скажем, Антонов, который там, ну, он имеет там какую-то роль, да, 300 миллионов или, да, но они были заинтересованы. И почему заинтересованы? Вот фамилии, например, Домбровский, Сабо, Тиня, Вилкс, министр финансов, Рейрс. Сейчас министр финансов. Сейчас министр финансов был тогда, да, комиссия, да, да. И Лардж Плэсис был главный в этой комиссии. Сейчас Мордога. Вот интересная компания, вот они, да и красиво, все это, все, друг, это не стало этой комиссии. И что оказалось? Оказалось, что последнюю ночь еще на ролле самый такой, сейчас это, ну, такой пост, который приносит бешеные деньги, это администратор по ликвидации банка. Он назначил там своего человека, он и сейчас продает еще эти, да. Они все, то, что банку принадлежали, да, это все они очень, так сказать, стараются продать все это, да. В то же самое время укладчиков, те, которые были большие, они не отдали и не будут отдавать, это же ясно. Мы уже спрощались с этими деньгами. То есть там 70 тысяч евро до этой суммы. Этими они так как будто, да, да, да. И сейчас, вот смотрите, эти все здания, все это, все это там, они продают и продают. И они зарабатывают с этого, потому что там такая драка идет зайти, вот, занять. Видите, что Лепа из Металлург, администратор, потом и так далее, и так далее. Они везде, ну, это такая, ну, с неба тебе ни за что. Администратор не платит уже способности, они такие, мягко говоря, обеспеченные люди. Да, она не веспечена долгое время, там, понимаете, там это, вот. Вот, не попробовали. Это же ВИС у Латвии, это БДНН, вот. Да, видите, это Вену, ты бы красиво утопила это, чтобы никто не мешал уже этой комиссии вообще. Мы еще так наивные люди подали это на Сатверсуштес. Может быть, у нас кто-то спросит тоже что-то, да, мы просто просили, да. Ну, там тоже такой господин Кутрис, который сейчас занимается будет. Расследованием комиссии. Расследованием. Вот, цитаты. Да, да, все нам на этом суде, который я первый раз в жизни был на суде, вообще эта процедура, это что-то, ужас какой-то. Я понял, что подальше от этого, они нам сказали, нет, что у вас правильно все забрали, ваши деньги, да, это так. Мы кое-кому-то одели эти 70, а те, у которых было больше денег, в том числе и Рыжская дума, там, и так далее, да, это и все. Ну, вот, ну, этот господин сейчас будет расследовать, он в то время в красивом костюме такими-то самыми, там, обвешанный, он что-то сказал. Ну, я думал, дай бог тебе, вот интересно, как ты будешь сейчас там работать. Потом, что еще отказалось? Когда-то был суд, у нас, говорят, что у нас суды плохо работают. Нет. У нас работает очень хорошо, как надо, когда надо, тогда надо. Вот, например, такой господин Унгурс, который очень за короткое время объявил о банкроте банка, не спрашивая никому у них, что это за, что такое-то. Ну, вот надо сейчас вот этих судей там проверять, может быть, я вот тоже, возможно, что он был заинтересован, что-то делать, вот так. Вот я сейчас подбрасываю несколько фамилий, я же уже жду, что на меня сейчас начнется волна всяких, да. А право давали, что мы не виноваты, мы-то вы самые виноваты, вы не знали, где вы деньги свои держите и так далее, и так далее. Я держал деньги, сколько я помню, Крайбанка, Советское время, в государстве, как будто... И один из самых старых банков. Старых банков, да, и так далее, и так, и нас никто. Судов никаких не было, ну, вряд ли они что-то, может быть, через пять лет, может быть, через десять, что-то, ну, так же история, как Балтызбанк и так далее, и так далее. Вот видите, ну и все. Забрались из тебя, сделали дурака, и все, ну, забрали мои деньги, забрали. Ну, и все. Ну, что я могу делать дальше? То есть вы полагаете, что господин Кутрис, который сейчас возглавил комиссию по расследованию с банком Цитаделла, в принципе, ну, проведет примерно такую же операцию, как... Ну, с ним потом, я думаю, что там, понимаете, в этих комиссиях же опять эти партии же, они же там, эти члены этого, они же там есть, но они же быстренько этих успокоят. Члены единства вы имеете? Да-да-да, но они же в большинстве там. А каких ты можешь? Там один этот актер шумит сейчас. Аминь шумит. Но его тоже успокоит, в этом я уверен. А вы верите в него вообще? Он может как-то вот кроме, скажем, шума что-то поднять? Нет. Я там был, я великолепно знаю, как это все делается, да. Мы просто вас, ну, как, что вы можете сделать, если большинство вас угробит? Ну, что вы можете делать? Ну, за эти годы, я извиняюсь, это Саска немного, что могла сделать. Они сидят там 20, сколько человек? 24 по позиции. И ничего, ну, что-то они там сказали что-то по-другому. Ну, и что? Ну, и что? Они хотели, по-моему, сейчас этого, чтобы Лочмела была, по-моему, председателем. Ну, что получилось? Она стала зампредседателем. Ну, замп, ну, хорошо. У господина Баловиц. Ну, нет, ну, нет, просто я это, когда я это все слышал на телевидении, мне просто как-то внутренне, я как-то немножко разозлился на это все. Я вспомнил вот эту вся историю. Хотя это уже история, и она никого не волнует. Прокуратура ничего не ответила, никаких судебных, ничего, все, все, которые находились. Вы же понимаете, что с этого банка, банков, деньги забрала наша авиакомпания, да? Аэрболт. Аэрболт, и она жила с этого банка, да? С этого банка брали деньги, эти радары несчастные, которые у нас грабили, эти деньги, незаконно, да? Футорадар. Да, и так далее, и так далее. То можно, если это в этих делах разобраться, я не знаю, а кто будет разбираться в этих делах? То есть получается, по вашей логике, что получили те, кто был лоялен, нужен... Ну, конечно, получили. Мы же знаем, что еще после того, как банк закрыли спокойно, там эти средства делили налево-направо, какие-то даже 80 миллионов и так далее, и так далее, это все там происходило в этом году. При том, эти бывшие виноваты из этого фукту, они одна работают в Центральном банке сейчас, на высоком посту, да, и так далее, и так далее. Комиссия, которая надзирала за деятельностью банка, да, вы имеете в виду комиссия по рынку финансового капитала? Ну, да, этот фукту, да, 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 ну, конечно, ну, вот это все, ну, вот, 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 они отвечали же за это. Вы назвали несколько фамилий, Аболтыня, Рейерс, Домбровскис и так далее, какую конкретно роль они сыграли, вот, роль? Я думаю, ну, конкретно, не конкретно, вот, Домбровск, например, назначил администратор, но говорят, что это он сделал в последнюю ночь, да, вот, и поменял, и поставили вот этого, который сейчас. Ну, это, есть фирма какая-то, ПНГ, какая-то, на которой вот эти, они, да, а те остальные, это же партия, партия, которая решает, да, вот эти, ну, представители. Все ниточки в их руках, то есть они дергали, в принципе, за ситуацию. Ну, да, ну, министр финансов, пожалуйста, комиссия по финансам и так далее, и так далее, и они сказали, вот, правильно, вы не в том банке держали деньги у вас, все, и все. С другой стороны, получается, у нас такая интересная история, что партия Единства, которая на протяжении последних лет правит нашей страной, фактически, можно так сказать, наверное, ее же избирают, переизбирают и переизбирают всех людей. То есть общество довольно, получается, работой своих представителей. Ну, оказывается, что да, оказывается, что да. Видите, там еще мы же могли, забыли, как спокойно обошлись с другим банком. Это не особенно, они могут, хотят вспомнить, это хипотеку. Хипотеку, да. Как красиво там, все это так. Тихо, спокойно там, еще попросили у себя 25 миллионов, там все это сделали так, как надо. Там тоже, говорят, какие-то родственники держали какие-то деньги. Ну, вы надеетесь еще как-то на какой-то исход? Нет, никак. Я уже на это смотрю. Но вас эта ситуация волнует очень, потому что вы сами сказали, что при слове «банк» у вас там мурашки по спине. Нет, ну, это я немножко эмоционально, потому что, конечно, это неприятно было, очень неприятно. Это очень неприятно, и все вот это, даже этот сатверсм, этот тез, это у меня как, я привык к другому отношению, и так далее, и так далее, когда я там сидел. Это меня вызвало довольно, довольно. И даже мне странно было, что, как было организовано эти 4-5 какие-то организаций, которые все выходили, выступали за то, что мы не имеем права требовать что-то или что-то такое. То есть церковь такой, да? И один даже на английском языке говорил какой-то вот это, где эти ликвидаторы, и самое странное, которым нам надо было защищать, это, ну, внешний, это, ну, край банку, ассоциация какая-то, тебе тоже это надо? Нет, 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 у вас все, ну, так сказали, в принципе, так чувствовалось, вот у вас много денег, ну, вот мы собрали это все. То есть, ну, вы еще заработаете. Да, да, ну, вы уже как-нибудь выпутаетесь, да, и так, ну, мы умеем выпутаться, ну, это, вот такое дело. Ну, я больше к этой теме уже, очевидно, никогда не вернусь, и я просто это обидно, и то, что было, то было. Ну, что поделаешь? А если бы вам вот удалось вернуть этот миллион, вот нашлись бы люди, которые обвинили вас в этом, сказали бы, что вот, Паулсу пошли навстречу, он вернул? Нет, нет, ну, это вы знаете, ну, они никогда мне, этот Антонов уже разрубалтался, что он мне вернет эти деньги, или, ну, что я буду там, ну, они сидят в Лондоне, да, их, они, над ними там уже, по-моему, Литва уже их там в суд подала, все это, и там еще до, ну, это же будет, я не знаю, ну, десятилетиями это же, ну, что про Балтийский банк что-то выяснили за эти годы? Ну, банк Балтийский, вы имеете в виду, да? Ну, да, ну, конечно, ну, что выяснили, ну, а сколько людей? Ну, там вообще смешные какие-то вернули деньги люди. Да, ну, это об этом, о чем-то он рассказывал, нет, это не, это просто только, это, понимаете, у меня вызывает внутренний такой неприятный, а когда мне, вот, мне там предлагали выступать для этого правительства, я сказал, нет, извините, я вам играть не могу. А где? Здесь сама, здесь сама, ну, я там часто предлагаю, вот поехать, что вы думаете, мне предлагали ехать все время и в Грузии, в Грузии, и, например, эти правительства из Узбекистана, где я лично знаком с президентом, и так далее, когда приглашали, я сказал, нет, я в составе этих делегаций, я не поеду. Ну, вам предлагали выступать на... Ну, потому что мне там, меня там, я буду откровенно вам говорить, меня там знают лучше, чем наши правительства, я извиняюсь. В Грузии, в той же, например. В Грузии или в Узбекистане, ну, это же ясно было, это благодаря еще того времени, к телевидению и так далее, и так далее. Я имею в виду, где вы отказались выступать в Латвии, вот, правительство приглашало вас. Вот я не играл недавно, на 18 ноября я должен был играть в... В национальном театре? В национальном театре с джазом, я не играл. А как вы отказались, вот что вы сказали? Не могу, плохо чувствую. А поняли, как вы думаете? Не знаю, не знаю. Ну, вам это все равно или нет? Мне все равно. Раймонд Паулс у нас в студии, ведут программу Вадим Родионов. Наталья Михайлова. Да, звоните нам, 672-12-939, 672-13-939, примем звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, Александр меня зовут. Здравствуйте, Александр. Уважаемый маэстро, конечно, сожалеем, что так все получилось, переживаем за вас. Ну, что делать? Есть как есть, крепитесь, держитесь, здоровьем, бодрости. А вопрос мне к вам будет такой. Как вы думаете, все-таки Россия правильно аннексировала Крым или нет? Спасибо. Вы знаете, вы задали мне сейчас довольно такой сложный вопрос. Лучше вот эти вопросы давать политикам. Это то, о чем мы говорили в первой части, что вы сказали, что вас просят ответить. Я понимаю, что это сейчас очень актуальный вопрос, да? Ну, пусть это разбирается в политике в этом деле. То есть вы, в принципе, относитесь к тем актерам, которые считают, что в политику не надо вмешиваться? Нет, нет, да. Сейчас звонок примем, да? Да, еще один звонок, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Пользуясь возможностью, хочу выразить восхищение и благодарность господину Паусу как композитору. Ведь благодаря вашей музыке имя Латвии стало известно всему миру. И, если можно, несколько слов об одной из ваших последних работ, мюзикле, который был поставлен недавно в Москве. Благодарю вас. Спасибо. Да, эта работа была интересная, потому что мы довольно долго шли к этому спектаклю. И я поначалу не хотел, но когда я прочел стихи Быкова, Дмитрия, которые я очень уважаю как философа, как поэта и так далее, я согласился. Я просто попробовал написать на русский текст. Обычно мои песни переводят или пишут под мелодию. Это я старался написать. Ну, понимаете, как любой спектакль, был там довольно тяжелый, работу поменялись режиссеры и так далее. Но в конце концов его сделали в Москве, там было премьеры, и он довольно так, публика, по-моему, нормально. Ну, мне что приятно, что особенно мимо этого спектакля, вот сейчас на «Голосе», на «Голосе» очень хорошо выступает наш. Бусурис, да? Да, я только хотел спросить у вас. Да, очень хорошо выступает. И смотрите, он поет, в принципе, мои старые песни. Я тебя рисую из репертуара, конечно, недавно ушедшего. И на следующем туре, если он, конечно, я думаю, что он еще пройдет, на следующий тур он будет петь мою песню «Я люблю тебя» на стихе Евтушенко. Так что, видите, у меня какая-то... Какие у него шансы, как вы думаете? У него очень хорошие, вы понимаете, ну, возможно, до конца, конечно, трудно. Смотрите, там вышел певец, я его фамилию как-то забываю, он спел тоже мою песню из репертуара Фомина. Да, и он великолепный, если он прошел там, ну, все там кричали весь этот зал, эту старую песню у нас, стихи Резника. И, ну, смотрите, все-таки вот выступление, этот конкурс, он показывает, какие великолепные таланты, да, какие таланты там, какие голоса, да, и так далее. Ну, дай Бог, чтобы им только помогли, ну, развиваться дальше, да. А видите, там вот потенциал среди выступающих, именно что может появиться звезды, уровни, скажем, Пугачевой и так далее? Там есть, несколько там есть, очень сильные. Ну, вот это все зависит, кто с ним будет дальше работать и как будет репертуар и так далее. Если под рукой будут музыканты, которые могут создать и песни, от этого все зависит. А в Латвии не мог бы быть такой вот конкурс «Голос»? Ну, они у нас... В той же Юрмале, например. Ну, понимаете, ну, масштабы, расы, конечно, совсем другие, да, но мы там, мы-то в принципе все уже знаем, но территория настолько маленькая. Ну, то же самое время, ну, мы же там делаем, но хотя эти телевизионные шоу, да, они не всегда делают что-то плохого. Вот делают, тебе показывают там два-три месяца, да, и она уже думает, что она потом, эта девочка, что она звезда, уже ее везде называют, уже все наши эти журналы, ее фотографии. А потом, оказывается, через пару месяцев тому же... И забыли. И забыли, вот. Ну, так это везде вот эти телешоу и так далее. Но среди них обязательно может появиться. Я очень рад, что я сейчас запись сделал с одной латышской девчонкой, совсем неожиданно, но неожиданно, великолепно поет джаз. Вот это уже был такой неожиданный, неожиданный. А откуда она? Она где-то здесь тоже шла из Риги, ну, пела в хоре, так незаметно, вот и тогда, но вышла к оркестеру, и первый раз я видел, что даже музыканты аплодировали ей, да, после исполнения. Вот именно такой джазовый, джазовый такой стиль. То есть, иногда все-таки вот этот элемент случайности присутствует, появляется человек, заметили... Да вот там-то дело, ну, откуда-то, ну, откуда-то, мы не знаем, может быть, он где-то там под долгол пился, или где-то под лепой вдруг какая-то девчонка или парень появляется. А вы согласны с тем, что талант обязательно, настоящий талант обязательно пробьется, или это на самом деле ничего не значит? Тут тоже элемент везения. Ну, конечно, здесь, знаете, сегодня, сегодня большую роль играет, талант у тебя есть, но если тебе нет рядом человека, который тебе поможет, я все равно администратор, музыкант или так далее. Вот я сейчас рад, что Интерс, например, все время уже выступает вторым певцом вместе с Ваенгой. А она сейчас очень высокого такого рейтинга певицы в России, да, и он с ней в концертах выступает вместе. Он же будет на Первом канале в новогоднюю ночь, я так понимаю, да? Да, 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 и вот оттуда можно, вот как в свое время Вайкл это начало, далеко-далеко, но и постепенно ты уже выходишь на первый план. А не получит он в Латвии по голове за то, что он там на Первом канале? Ну, получит, но пусть, ну, мы привыкли. А он? Я думаю, это он тоже, ну, как, ну, это уже было бы совсем уже тогда, ну, господи, что он, ну, как раз, как раз, я думаю, он делает сейчас больше хорошего для Латвии, чем плохого. Ну, Первый канал, это же все-таки у нас такой, ну, рупор Кремля считается один из... Ну, пусть кто-то считает, вот, не все же так думают. Еще один звонок напоследок Раймонду Паусу, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня, конечно, слова уважения, маэстро, но у меня вопрос все-таки о политике, о коррупции. Она есть везде, во всех странах. Глупо сравнивать Латвию, там, с Австралией, с Германией. У нас, если будем сравнивать Литва и Эстония, несоизмеримо, со что вы говорили, банки и все остальное. Вот мне я такой вопрос задам. Вот все-таки почти четверть века независимости Латвии. В любом процессе есть тенденция положительная, отрицательная. Вот мы идем все-таки в положительную тенденцию, как болезнь, там, врачи говорят, болезнь имеет, ну, тенденцию к выздоравливанию. У нас положительная тенденция или отрицательная? То есть она все хуже или все-таки лучше? И если все-таки у нас делается лучше, то через сколько лет, вот так, гипотетически, 10, то мы будем развиты страной. Спасибо вам, да. По-моему, мы сейчас просто буксуем на месте, посмотрим, как пойдет дальше, да. То есть положение тяжелое, но сфабильное. Да, 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 да. Ну, мы так вот, так, держимся, но таких сдвигов особых нет. Ну, дай бог, чтобы не было назад. Лучше одно время на месте, может быть, когда-нибудь пойдем вперед. Композитор Раймонд Паус был сегодня с нами на Болткоме. Вели программу Вадим Родионов. Наталья Михайлова. Всего доброго, до свидания.